Если шарик катится быстро, значит у мёда больше влажности. Если шарик катается гораздо медленнее, то это мёд вязкий, у него меньше процента содержания влажности. С помощью такого наблюдения можно определить не только густоту, но и натуральность мёда. В синтетическом, как и в прошлогоднем, шарика нет. Во втором случае по причине его засахаривания. Кстати, некачественный мёд или вновь растопленный не кристаллизируется, да и полезных свойств в таком лакомстве меньше в разы. Через него можно даже читать, посмотрите. Горный мёд проверяют вот таким интересным способом. Он должен быть прозрачным. Несмотря на его популярность, самым полезным считается дягель. Дягель – это сердечно-сосудистые нервные заболевания, он как успокоительный, идёт кишечно-желудочный, практически от всего. Дягель, я считаю, что это вообще панацея. По словам Антонины Николаевны, из мёда можно готовить настоящее лекарство. Добавив в него лечебные травы, можно избавиться от головных болей, бесплодия, а также поднять иммунитет. И не только. Взбиваем мёд в компании с красным корнем. Это мужская потенция, мужская сила. Однако к мёду всё же стоит относиться осторожно. У сладкого лекарства целый набор противопоказаний. Его нельзя употреблять аллергикам, детям до полутора лет, а также людям с избытком глюкозы. Тем, кто соблюдает диету, тот, кто должен соблюдать диету. Это пациенты с диабетом, пациенты с ожирением, пациенты с избыточной массой тела, пациенты с галактозами, то есть это особое состояние с нарушением обмена углеводов, когда противопоказано употребление фруктозы и сахарозы. И действительно, в 100 граммах мёда содержится 82 грамма сахара, что почти втрое превышает суточную норму. Если противопоказаний нет, увлекаться сладким продуктом всё равно не стоит. Врачи советуют употреблять мёд не больше трёх чайных ложек в день. София Яценко, Илья Халяпин, Алексей Фризин. День с толком.